Всем привет, ребят! Снова вы на канале ОМЗАП. Наш филиал в Капотне. Очередной наш уже, наверное, регулярный обзор работы сервиса, который мы делаем для вас, чтобы показать, чем живет сервис, с какими проблемами сталкиваемся. Давайте быстренько пробежимся, покажем, что сегодня у нас интересного есть в Римзоне. Ну, давай с тобой отсюда начнем, посмотрим. Так. Киа Махав заехал с проблемами течи тех жидкостей. Он сейчас, Серега, разбирается у нас с этим. Серег, расскажешь, или еще не успел докопаться? Я еще не успел докопаться, разбираю, но видны запотевания, мокрые следы внизу левой головы. Ну, скорее всего, где-то потопленный. Ну, запах солярки ты мне говорил, да. Ну, только приступили, сейчас потихонечку разбираемся, смотрим. А какие часто встречаются неисправности на этом автомобиле или с этим мотором? Да, основных таких проблем нет. Основная проблема вот. Течь в районе масла, охладителя масла. Ну да, то, что течь именно солярки для них не характерна, поэтому будем сейчас разбирать, смотреть. Это еще у нас первый кузов, он достаточно надежный, таких больших болячек, как у рестайлинга, нету. Поэтому будет интересно докопаться. А на каком празднике первое обращение? Слушай, ну они сейчас, в принципе, ты имеешь в виду по старым кузовам? А вот этому? Вот по этому кузову. Слушай, ну они сейчас все уже, машинки-то возрастные, и пробеги у них уже, все, кто к нам приезжает, больше 150 тысяч. Ну а основные какие-то именно болячки, жалобы, ну вот да, течь масла в развале между головками, где корпус масляного фильтра, это где-то от 150, не раньше люди обращаются, как правило. Попутно на чистку впускного тракта, коллектора тоже где-то, ну тоже там 150-200 приезжает, там на самом деле, и его уже нужно к этому времени мыть. Ну, ну, там свечи накала тоже ближе к 200, там начинают, либо по замене свечей заканчиваются, либо ремонт блока. Поэтому, в принципе, ну, повторюсь, уже многие, наверное, знают, что про эти автомобили говорили часто. Просто надежные автомобили, верой и правдой служат своим хозяином, особенно если за ними вовремя следят, обслуживают и не докатывают его уже до момента, когда автомобиль встал. Пойдем, там еще есть пару интересных моментов. Так, здесь у нас там тоже заправка кондиционера, в принципе, ничего интересного. Вот здесь, смотри, какой интересный у нас экземпляр. Это у нас автомобильчик Hyundai, приехал к нам на ремонт полного привода. Сейчас давай даже посмотрю, какой это у нас год с тобой. Так, это да, это Santa Fe, 13-й год, у человека пропал полный привод. В принципе, стандартная болячка, когда срезает, съедает коррозии шлицы на корпусе дифференциала. Но здесь, как бы, чем немножко нестандартно, столкнулись с проблемой. Для того, чтобы нам поменять корпус дифференциала, нам надо полностью извлечь привода, снять раздатку. И тут мы при съеме левого привода, который у нас с водительской стороны столкнулись, тоже с такой проблемой. У нас не выходил внутренний шруз из коробки. Он у нас там также на сухую, в сухом шлицевом соединении. Поэтому также подвержен коррозии. И вот смотри, какая прелесть, да? Вот сейчас уже немножко ребята его замыли. Это вот остатки этого внутреннего шруза. Плюс долго и упорно еще ВД-шкой пытались пролить. Было очень много коррозии. Смотри, вот здесь в посадочном месте под стопорное кольцо, под ним также коррозии скопилось в большом количестве. Стопор у нас, видишь, насколько сильно разжат. И сжиматься ему было некуда, потому что под стопором было большое количество ржавчины. И выбить мы его оттуда не могли. Уже и наваривались, пытались обратно молотком выбить. И только вот болгаркой и вот такими вот жесткими манипуляциями смогли его оттуда извлечь. В итоге дополнительные расходы на работы и, соответственно, новый шруз, который потребуется для обратной сборки. Поэтому проблема по полному приводу, в принципе, наверное, всем уже владельцам полноприводных корейцев известно, что шлицевую часть между раздаткой коробкой требуется регулярно обслуживать. Не забываем, чтобы не столкнуться вот с такой же проблемой. Ребят, если приезжаете делать профилактику полного привода, делайте еще и профилактику на шлицевом соединении левого привода. Потому что при необходимости его оттуда извлечь, можно, это уже далеко просто не первый автомобиль, когда левый привод завода там условно никогда оттуда не изымался. И вот первая попытка извлечь привела вот к таким печальным последствиям. Так, ну давай с тобой здесь дальше погуляем, посмотрим. И вот еще более свежий Kia Sportage заехал с жалобой к нам, то что при торможении идут посторонние звуки. Вон, смотри, какие красивые, уже все синие, с коррозией. Он, видишь, да, автомобиль свежий, но это, видишь, его первые замены тормозных дисков, именно задних. И видно, что диск весь синий, грелся, направляющие все были закисшие, колодки стояли в посадочных местах скоп, отсюда перегрев. Да, и достаточно уже серьезный износ, поэтому зад полностью меняем. Впереди такая же ситуация. Как видно, тоже, видишь, такие красивые тоже. Видно, регулярно обслуживание тормозов не было, поэтому видны синие следы перегрева. Клиент с биением не заявлял, но я больше, чем уверен, что, скорее всего, на больших скоростях оно присутствовало. Возможно, просто быстро на автомобиле и не ездили, так, чтобы это проявить. Поэтому сейчас полностью тормоза ставим новые, с новыми колодками, все уже направляющие обслужены, скобы обслужены, будем дальше эксплуатировать безопасно. А давай сразу скажем, плюс-минус, средняя стоимость работы по замене. Тормозли, допустим, колодок и дисков. Ну, смотри, в среднем, допустим, если это мы говорим, переднюю ось, это обходится вместе с профилактикой в районе 3-3,5 тысяч рублей по работам. Расходники здесь, понятно, каждый выбирает для себя. Кто-то хочет только оригинал, кто-то предпочитает не переплачивать за оригинал, использовать качественный аналог. У нас все варианты есть, для того, чтобы вилку цен предоставить клиенту по его возможностям и пожеланиям. Ну и запчасти, наличие у нас, да? Запчасти, конечно. Так как в тормозах ходовая вещь, без этого никак. Смотри, здесь тоже интересный автомобиль. Это у нас АХ-55. Он изначально к нам приехал с проблемой по работе коробки АКПП. были пинки при переключениях, дополнительные вибрации на некоторых скоростях. Коробку, вот мы ему уже все, коробку уже после переборки на ней стоит, на ней покатались. С коробкой мы проблемы решили в процессе осмотра дополнительно. Смотри, что еще обнаружили. Сейчас, подожди, надо показать уже. Видишь, стоит новая эластичная муфта на кардане. Сейчас я покажу тебе старая. А вон она у нас лежит. Смотри, какая красивая. Вот если даже посмотреть, вон, что с ней стало. Ее вот, вот она в таком, была в жутком состоянии. Помимо этого, еще здесь сайлент-блок редуктора, как видишь, уже стоит новый. Он так же, вот он, старый лежит, так же был оборван. И еще из-за всей этой истории, из-за этих вот вибраций, которые возникали за счет этой муфты, был обломан крепежный болт вот здесь. Он был сломан прямо здесь заподлицо. Вот сейчас высверливаем остатки для того, чтобы восстановить резьбу. Потому что при нагрузках редуктор его выкручивал, потому что здесь он люфтил. Он, грубо говоря, у тебя на трех точках был вывешен. Он его просто... Спереди сайлент-блок рваный, здесь обломанный болт. Он, считай, держался подиагонально, а двух точках его постоянно выкручивало. Вот сейчас мы все это доделаем. Казалось бы, да, резинка вот. А вот именно, скорее всего, эта резинка и привела к тому, что за счет вибраций, и плюс еще коробка при переключениях била, да, то есть резкие рывки. И вот как раз за счет этого всего оборвало, сломало болт. Так что все нужно делать вовремя. Тут, скорее всего, просто докатали до последнего, ну, и получили вот такой результат. Ну, здесь у нас с тобой, смотри, это у нас Kia Sorento и Kia Sportage. Здесь, кстати, очень похожие работы. ТО-шка, замена топливного фильтра, профилактика шлицевых соединений и на одном, и на втором автомобиле. А здесь еще дополнительно Алексей увидел. У нас тоже одна из болячек. Это как раз, опять-таки, тот злосчастный силиндок редуктора, который постоянно у нас... Схема принципиально одинаковая подвеска. Абсолютно, да. Все неисправности схожи. Они очень схожи. У них конструкция у всех внедорожников, у корейцев, плюс-минус очень одинаковая. Отличаются нюансами. Ну, из дополнения, вот по этому автомобилю здесь еще человек у нас жаловался на... то, что загорелся чек, и машина, в принципе, это у нас дизель двухлитровый, турбированный, что машина перестала ехать. Почитали ошибки. Есть у нас ошибки по актуатору турбины. Здесь уже турбина стоит с электронным управлением. Ну, и в процессе диагностики выявили то, что актуатор требует замены. Сейчас у нас его в наличии прям нет. А пробег какой? Пробег сейчас... 192. Сто... О, видите, 192 тысячи. Причем, как бы, у этих турбин у них именно механическая часть достаточно крепкая. То есть, чаще всего, если обращаются с проблемами, это именно по электронному актуатору. Он у них, да, самая слабая часть в этом конструкции. А до этого у вас были обращения в сервис по поводу ремонта двигателя или ремонта трансмиссии? Ну, у меня меняли сакан в раздавку с лицей. А подвигатель проблем не было. Это первая, в общем, да, неизвестная часть? Да, да. Просто это... Ну, как ездил на плану ТО, и все. Единственное, там меняли масло еще в муфте сзади. Слушай, ну, для этих двухлитровых дизельных движков это нормально. Нормально. То есть, если мы говорили бы с тобой о бензинке, то да, к этому пробегу люди редко докатывают без ремонта. Дизель двухлитровый Слушай, наверное, самый маленький пробег, на котором именно к нам обращались с проблемой именно по двигателю, когда двигатель по каким-либо причинам требовал ремонта. Но это ближе к двухсот, да. То есть, раньше никто... И то, это, наверное, больше исключение. Это прямо исключение из правила. Да, это плановые замены цепей ГРМ к этому пробегу уже подходит плюс-минус где-то в среднем это 150-200 вот в этом интервале приезжают. Люди, которые, допустим, не контролируют состояние радиаторов, либо там какие-то присутствуют течи, перегревают, приезжают на замену прокладок ГБЦ, когда уже начинает антифриз выбрасывать из бачка или там машина начинает греться. Вот такие несправности, да. Ну, сами блоки, блин, они с большим запасом прочности сделаны. Реально надежные движки. Последние чугунные моторы корейские. Да, к сожалению. На самом деле, вот, очень обидно, что они вот на современных дизелях отошли от чугунного блока и перешли на алюминиевые блоки. Ресурс, я предполагаю, что все-таки у них будет меньше. Ну, время еще покажет. Видишь, только пошли эти, в обиход эти автомобили. Ну, посмотрим. Хотя уже люди уже приезжают. Маленько пробегали. Уже приезжают, это факт. Ну, будем набирать статистику и потом уже будет какое-то понимание по общей картине. Ну, наверное, с тобой, наверное, сегодня все. Основные интересные моменты я тебе показал. Так что, для подписчиков мы будем еще много таких обзоров делать. Ну, ребят, всем удачи. Приезжайте, звоните, готовы всегда помогать вам и рассказывать интересные истории о ремонте автомобиля. Все, давай, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова